Уважаемый Сергей Евгеньевич, уважаемые депутаты, 5 мая Министерство иностранных дел опубликовало белую книгу нарушений прав человека на Украине. Я должен сказать, что на самом деле это черная книга, поскольку за два с лишним месяца на Украине произошло такое количество трагических событий, которые не происходило на пространстве бывшего Советского Союза в течение последних, возможно, 10 лет. Те нарушения прав человека, которые за это время были осуществлены либо самим нелегитимным режимом на Украине, либо теми политическими движениями, которые этот режим защищает и поддерживает, можно считать основанием для того, чтобы объявить этот режим не просто нелегитимным, но еще и преступным. Все эти нарушения можно разделить на несколько категорий. Первое – это нарушение права на жизнь, что противоречит и всем общечеловеческим представлениям, и противоречит международным документам, например, Конвенция защиты прав человека и основных свобод 1950 года. Мы увидели, какие чудовищные акции были предприняты против политических оппонентов нынешнего режима и против тех, кто сопротивляется ему или выдвигает свои требования, не имея оружия в руках. Мы видели, что произошло 2 мая в Одессе. Мы знаем о том, что те официальные цифры, которые обнародованы нынешней киевской властью, вызывают огромные сомнения. Мы знаем о том, что в Одессе говорят о 116 погибших. Мы знаем о том, что в Одессе видели и слышали, как выносили трупы с заднего хода Дома профсоюзов, пытаясь скрыть подлинное число людей, которые были сожжены, удушены и расстреляны в Доме профсоюзов. Наши западные контрагенты нам долго доказывали, что правая фашистская угроза на Украине сильно преувеличена Россией. Так вот, теперь у фашистской угрозы и у фашистского движения на Украине есть свой символ. Это сожженный Дом профсоюзов в Одессе. И от этого факта уйти невозможно. То, как об этом стыдливо пишут западные средства массовой информации, может вызвать только презрение. Делается всё возможное, чтобы доказать, что этот огонь возник чуть ли не случайно, что в огне некоего анонимного пожара сгорели люди. Но этот пожар не был анонимным. И мы знаем, и все знают, кто организовал этот пожар. И попытка сказать, что там погибли люди в результате такого стечения обстоятельств, случайности, как мы слышим, например, из Вашингтона, они несостоятельны. Мы знаем авторов этих преступлений, и мы знаем тех, кто покрывает эти преступления. Одесса и дело, как известно, не ограничивалось. Есть многочисленные жертвы в Славянске. Там погибло по меньшей мере 20 человек из мирного населения, 30 человек ранены. Более 10 человек погибли в Краматорске. В Мариуполе в результате действий украинских военных 9 мая погибли 7 человек ранены, 39. И мы прекрасно с вами видели на экранах телевизоров, как снайперы просто расстреливали людей, стоявших на улицах. Это первое нарушение прав человека, которое позволяет квалифицировать нынешний режим на Украине как преступный режим. Второе. Применение пыток. Применение пыток. Нарушение третьей статьи Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, признанной всеми западными государствами. Они говорят, что нет фактов. Пожалуйста, факты. 19 февраля в Луцке национал радикалами жестоко избит и публично подвергнут пыткам губернатор Волынской облгосадминистрации А. Башкаленко. 22 февраля в Киеве бандеровцы зверски избили секретаря львовского горкома Компартии Украины Василько. При этом коммунисту загоняли иголки под ногти, его били палками, пробили легкое череп и сломали ребра. 23 февраля в Ужгороде активисты правого сектора привязали к столбу начальника таможни Харченко, издевались над ним, применяли физическое насилие по отношению к нему, угрожали его семье с тем, чтобы заставить его написать заявление об отставке. Третий тип правонарушения – это нарушение прав на свободу мнений, убеждений, в том числе политических, а также права на их выражение, ограничение свободы СМИ и запугивание несогласных. Противоречит всему, чему можно. Всеобщей декларации прав человека, статья 19, статья 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и так далее. Доказательства. 18 февраля в Киеве неизвестными в масках был убит журналист газеты Вести Вячеслав Веремей. Его коллега был зверски избит и изуродован. 1 марта были приняты Советом национальной безопасности и обороны Украины, было принято решение о безотлагательных мерах по обеспечению нацбезопасности Украины, в рамках которых было поручено отключить российские каналы на Украине за искажение информации о событиях в стране. После этого были, как известно, 4 канала российских отключены. С 25 марта они не действуют, и это вызвало уже критику со стороны и представителей Организации Объединенных Наций и ОБСЕ. 18 марта известная история, когда группа депутатов из партии Свободы в главе с Мирошниченко избила генерального директора 1-го национального канала Украины Пантелеймонова. 20 марта в Донецке были задержаны российские журналисты телеканала «Россия-1», которые были затем выдворены с территории Украины. И тогда же, 20 марта, под угрозой физической расправы, гендиректор Одесского областного телевидения был вынужден написать заявление об отставке. Следующий тип нарушения прав человека – борьба с неугодными ликвидацией лидеров протестов на Юго-Востоке. Я только назову фамилии людей, которые подвергались репрессиями, что должно было бы в теории вызвать возражения и протесты со стороны международных правозащитных организаций и таких организаций, как ОБСЕ, ПАСЕ и так далее. Это Губарев, Клинчаев, Добкин, Харитонов, Давидченко, Чумаченко, избитый Царёв, против которого открыто три уголовных дела. Против тех, кто его избивал, публично и демонстративно не открыто ни одного уголовного дела. Ну и, наконец, это дискриминация по этническому языкованному признаку ксенофобии и подстрекательства к расовой ненависти, которая тоже противоречит всем международным документам. Если нет фактов, вот, пожалуйста, нужны факты. 22 декабря 2013 года осквернён памятник жертвам Холокоста в Николаеве, 20 января в Полтаве, 2 февраля в Кировоградской области, 8 марта в Черкасской области, 7-8 апреля в Одессе. И таких фактов огромное количество. При этом, как мы с вами обратили внимание, никакой реакции со стороны международных организаций правозащитного характера, или которые называют себя правозащитными, не наблюдается. На днях мы направили в Парламентскую ассамблею Совета Европы все фотографии сожжённых, удушенных, избитых, расстрелянных, замученных и изнасилованных в Доме профсоюзов в Одессе. Мне обещали наши коллеги поставить вопрос о том, чтобы руководство ПАСЭ сегодня на заседании президентского комитета в Люксембурге дало какой-то ответ на то, как они воспринимают эти фотографии. Что это? Это и есть демократия, которую западный мир предлагает Украине? Или это нечто другое? ПАСЭ молчит, постыдно молчит. Председатель ПАСЭ делает всякие бессвязные и антироссийские заявления, но не высказывается по поводу массового сожжения людей в Одессе. Я считаю, что это категорически неприемлемо, и мы будем об этом говорить на всех международных и внутренних площадках. Но в этих условиях, тогда, когда санкции нужно принимать против киевского руководства, санкции принимают против России. Чего от нас хотят? Чтобы мы не видели сожженных, убитых и задушенных в Одессе и в Мариуполе? Мы не можем этого сделать. Чтобы мы закрыли глаза на результаты голосования в Донецкой и Луганской области, где несколько миллионов человек выразили свою волю, мы не можем этого сделать. Чтобы мы признали нелегитимный режим в Киеве, который отвечает на законные требования своих граждан посылкой туда танков и бронетранспортеров, мы не можем этого сделать. От нас хотят, чтобы мы признали, что черное – это белое, но мы не можем этого сделать. Спасибо. Спасибо.